всем привет давно у меня была мысля с упалом связаться поближе а тут такой шанс появился упал сам предложил потестировать материалы я выбрал времени три дня и у нас вот это вот все есть в наше распоряжение скажем так что успеем сделать то сделаем за линейку баллонов вообще сделаем отдельное видео поговорим очень интересная тема попробуем и ватт лак это так далее в качестве рекомендации типа попробовать говорят что интересный лак сделаем по нему тоже обзорчик видосик попробуем его ну и упал поюзаем то есть вот это все лаки упала которые есть которые вообще есть на рынке 2 к 1 81 всем знакомый самый довольно таки ходовой простой по моему 3 к 1 до 3 к 1 86 я работал всеми лаками из того что мне прям очень понравилось это 81 91 они всегда у нас были на рынке в наличии ну и результат шикарный этими лаками работал в тот период когда по каким-то причинам не было 91 тоже все нормально и одна из машин моих соседей облита 88 лаком на наблюдал за ней до последнего времени все нормально то есть лак реально классно по шпатлевка не уверен что мы их все успеем попробовать да и особо как бы пробует нового прям таки глобально ничего нету единственно что обновились у некоторых моделей этикетки то есть дельфин новой упаковке по крайней мере за последние три года в новой упаковке появилась из того что я не проводит эту и обязательно попробую rapid быстросохнущий у него по инструкции написано 10 минут естественной сушки при при скольки градусах при 25 градусах это интересно поюзать ну может что-то еще из этих помажем попробуем ну так вот это все старые форматы это все всем известные обычные наполняющие для тонкой это толстая наполняющая это финишка то есть такое там и на что с карбоном тут у нас с алюминькой грунт грунт единственный из таких актуальных на рынке интересных по качеству это 2025 что меня очень удивило серый грунт ультра хс а черный белый просто хс такой сложно аргументированный ответ я услышал не буду его озвучивать ну я так и не понял почему при том же номере 2025 серый ультра хс а черно-белый хс а мне не ясно тема ну ладно пока что оставим рано или поздно в этом разберемся а и новый товар который вышел на рынок недавно я не уверен что вы его еще видели юзали ну попробую это двухкомпонентный баллон с раптором у нас есть возможность сейчас это в этом видео покажем обработать нанести на панели посмотреть насколько хватит слоев этого баллона и какой будет результат так и сейчас будем работать с металлической панелью раптором раптор поскольку он двухкомпонентный он ничем не отличается от обычного комплекта раптора то есть по составу все то же самое и соответственно работать им надо одинаково что с баллона что с пистолета будем наносить то есть все одинаково на голый металл кладем фосфортирующий номер восемь ацит он одинаково что в баллоне однокомпонентный что в банке однокомпонентный грунт после его сушки нанесли высушили можно носить раптор и такое покрытие гарантированно будет держаться отлично никаких не будет отслоений никаких вспучиваний и возможности образования ржавчины под раптора то есть это правильная заводская как бы рекомендации по технологии не пол некоторые материалы в баллонах дублируются в банках допустим грунт по пластику он дублируется в баллоне то есть там все одинаково по материалу очень интересно использовать баллоны не все конечно прям так интересно но удобно что для ленивых допустим если элемент небольшой или протиры только на торцах дешевле и проще взять в баллоне чем разводить открывать банку наливать пистолет потом все это дело быть поэтому мы сейчас мы будем работать баллон хоть там панель как бы и полная баллон такой и баллон такой а так баллон перемешан хорошо глянем что тут по инструкции у него металл у нас обработан 80 и 120 обезжирено все полоской обезжиркой хорошо я перемешал 1 2 слоя но мы сейчас глянем как она как раз потолщение будет получаться и 10-20 минут но опять же это видно по матовости как он себя видит ап а я почему-то ожидал что у него будет с факелом она не спать ладно в таком формате когда на такой объем надо наносить конечно удобнее с пистолета но нам интересно сейчас попробовать баллонные материалы слой тут тонкий это не грунт наполнитель это по назначению скажем так что-то типа кислотного грунта который мы все привыкли надо будет хотя бы нашим представителям сказать чтобы уточнили по поводу носика что для этого гонта реально нужен факел небольшой хотя еще момент какой что его можно на протиры использовать под покраску поэтому сам факел не всегда нужен для прикол то есть вот это вот минус от этого носика он засирает сам себя и потом начинает поливаться это выпьем час так но я не вижу тут смысла если честно валить 2 но по-нормальному с пистолета наносить этот грунт ну тоненько хотя бы с 1 и 4 дюзе одного слоя как по мне так хватит потому что от глянь сюда тут получается слой толстеньким там идет более-менее развернута горизонта слой реально толстенький лежит нормально и так у нас уже тут мухи поползли значит все высохло в принципе по-нормальному все делать для качества для работы надо еще конечно слой кино даже из баллона потому что но для качественной работы это тонковато на такой площади был бы это какой-то уголочек протира с баллон это все перекрывается элементарно все-таки небольшая площадь была задача попробовать этот вот этот баллончик интересно так отрываем тут у нас инструк инструкцион ничего нового то есть обезжирили но у нас обезжирена там перемешали его хорошо с расстоянием 60 сантиметров понятно это нанесение сейчас будем протыкать вторые клапана все это нас не сильно интересует самое что меня больше интересовало жизнеспособность тут я ничего не нашел на самом баллоне то есть нет обозначения но указано в тдс что один час после смешивания конечно жаль но этот баллон нельзя сохранить на завтра им еще поработать то есть сейчас мы взорвем и сейчас мы им должны отработать и потом выработали не выработали взять и выкинуть так одеваем средства индивидуальной защиты потому что raptor будет вонять то есть raptor такой колечко на самом баллоне означает цвет но тут указано что черный но так просто удобнее на полке определять и сейчас будем наваливать задача определить как ложится покрытие по структуре что с ним можно сделать и насколько примерно хватит баллона я вангую что баллона хватит два слоя полностью еще чуть-чуть оставить вот а реально расстояние 60 потому что давление у него но очень хорошая крыш муха поехали знаешь давай что попробуем ну первым слой сделал равномерно вторым слоем условно пополам поделим сделать одну шагу сухую такую как бы другую закрытую мокрого это то что обычно делают на презентациях ух ты ничего себе а он реально валит слушай надо быстрее работать покажи нашему твари это я не спеша провел он промаш каплю собрал валит еще больше давай расстояние я прямо не ожидал такого вот это да ну чаша грень примерно похоже на такой первые свои места что я сейчас не до конца понял что его как бы хочется чуть-чуть помедленнее а еще медленно начинаешь вести он такими мокрыми каплями уходит мы ждем тут надо подождать между слоями 20 минут и навалим еще слоёчек так но прошло больше 15 минут уже он где-то на восьмой минуте уже перестал липнуть к рукам то есть так уже можно бы наваливать просохла снизу там где я вольну конечно души но не просохнет но это мой косяк я не предполагал что так может произойти сейчас будем как-то пытаться делить пополам хочется посмотреть одну часть налить а другую часть присушить но плотность закрывки присутствует даже что это из баллона деле ели кое-где просвечивается нижний слой так закрыто все густенько ноги с баллончик будет так сначала право мог раздела лево просушу работать буду вертикально потому что горизонтально с такой струей я не справлю метр ёлы-палы ты нашел творить тут с ним реально надо работать быстро вот и все почти все все вот значит что у нас получается она хватило по сути на два слоя там что-то что-то еще якобы если не уверен что это что-то все это пусто ну очень скажу так вот очень он быстрый то есть он не прокатит как обычный баллончик там по чуть-чуть опять хоть я уже и снизу накосячил опять взял и со старта не спеша повел он наливается прям так мокро наливается хорошо вот в этом исполнении наш мне больше нравится вот он такой полусухенький если на порогах такую чем-нибудь замутить завалить будет смотреться неплохо давай глянем на носик носик в принципе не загадился ничего себя не умазал сам на себя не плюет баллон выработался полностью но чуть-чуть быстрее чем не ожидал я думаю что нам еще хватит на чуть-чуть а нет на одну панель два слоя хватило посмотрим через сколько он высохнет так еще на отлив чтобы можно было пощупать ну примерно там полчаса час замеряем и подведем итоги так но не дождались мы часа некогда ждать в 15 минут опять-таки слой высыхает тот который припыльно несет тут где навалил мокро конечно ну на отлив кстати уже ничего нету ну так он еще с веры само собой по факту испытаний первые такие пробные косяк и там где пытаясь вести с обычной скоростью то есть он реально для ускоренной работы быстрый толстым слоем наносить не получится начиная это такое вот образовываться на большую площадь нанести красиво ну блин не знают а надо приловчиться к минуту есть не получится но зоны каких-то внизу в дверей порожков каблучков вот в таком исполнении получаются вполне нормально то есть смотрится хорошо расстояние было ну реально сантиметров 90 то есть тут так на баллоне указано что 60-90 и даже указал больше 90 или полтора метра давление в баллоне точнее не то что давление в баллоне один за в башке по диаметру конкретно как бы большая и за счет этого скорость выхода материала хороший получается и к этому надо как бы ну приловчиться все как бы баллончик попробовали по поводу цены чё почем я не знаю чё почем это все мне дали на тесты я это не покупал поэтому цены в описании оставлю ссылку на сайт где это все можно вас купить у там посмотрите на все цены с raptorом закончили дальше растянем отдельно постараюсь сделать видос по баллонным материалам ну реально такая полезная информация на баллоны подсел очень давно и очень плотно и чем мне нравится упал у них офигеннейший выбор материала в баллонах я не знающие компании у которых реально такой выбор материала в баллонах и кстати вот на нашем рынке вот появилась все и линейка сейчас чуть-чуть обновляется но мы отдельно покажем ну а это по юзаем на один может на два видоса как-то под растянем потому что тоже делать по 40 минут видео не хочется потому что много каши в голове и потом много вопросов поэтому на этом все спасибо пока